Франция передала Украине еще одну партию реактивных систем залпового огня. Половину из модернизированных систем практически Франция нам передала. Это французский вариант американского РСЗУ М270. Лишним я не буду. Чем они могут помочь ВСУ, сегодня будем разбираться. Минобороны Франции решила предоставить Украине дополнительные реактивные системы залпового огня М270-СССР. Об этом сообщил глава коалиции генерал Жан-Мишель Гиэтон. По его словам, Франция предоставит Украине две дополнительных РСЗУ ЛРЮ. Используем GPS и новую систему связи. Техника будет передана в рамках коалиции «Артиллерия для Украины», которую возглавляет именно французская сторона. Ну вот, в рамках этой коалиции были переданы вот эти вот системы ЛРЮ. Да, также в рамках этой коалиции Франция заявила о передаче нам самоходных гаубиц Цезарь. То есть это объединение стран, которые будут помогать Украине. Еще до создания этой коалиции Франция передала четыре РСЗУ ЛРЮ, а теперь еще две. А у самой Франции этих систем всего 57. Четыре было передано в 1922 году, еще две сейчас в рамках созданной недавно коалиции. Лишним они не будут, хотя безусловно такое количество решительного воздействия на ход ведения войны, конечно, не оказывается. ЛРЮ – это французский вариант американского РСЗУ М270. Система оснащена модернизированным узлом управления огнем, новой навигационной системой и новой системой связи. По факту там 12 направляющих, то есть это то же самое, что М270. Соответственно, они приспособлены для стрельбы ракетами Джиммер ЛС, это Хаймерс, хорошо нам известный, плюс Атакамс. Как и американский вариант РСЗУ, ЛРЮ может использовать высокоточные реактивные снаряды семейства ГМЛРС. Это обеспечивает высокую точность при дальности стрельбы до 80 километров. Цель коалиции – артиллерия для Украины усиление военной поддержки Киева. Она должна удовлетворить нехватку боеприпасов и технического обслуживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова